Всем привет! Сегодня я получила посылочку Фаберлик. Пришел мой заказик. На этот раз я заказала много средств для кожи, потому что у меня последнее время, то ли потому что весна или не знаю по какой причине, начали прыщечки появляться. И заказала я по уходу за проблемной кожей, за жирной кожей серию Ультра Крема. Что же здесь входит в эту серию? В первую очередь, что я хотела заказать, это корректор точечный. Гель-корректор, что он из себя представляет? Давайте посмотрим. Это такой маленький тюбик. Здесь вот такой вот гель, который наносится точечно именно на место прыщечка, для того, чтобы он заживлялся быстрее. Это как раз нужная вещь, то, что буду пользоваться. Гель-корректор СОС. Дальше из этой серии заказала гель-скраб-маска. Три в одном. Это средство также для жирной и проблемной кожи. Глубоко очищает поры, бережно отшелушивает, выравнивает кожу, мгновенно устраняет воспаление. Это с маслом мануки. Салициловая кислота входит в состав. Но это тоже вот как раз для проблемной кожи. Я думаю, какое-то время попользоваться вот этими средствами. Также крем-актив для лица, 6 в 1, для смешанной жирной и проблемной кожи. Здесь тоже масло мануки и депантенол. Когда у меня начинаются проблемы с кожей, я думаю, что какое-то время можно будет попользоваться вот этим кремом. Ну и также мицеллярная вода, матирующая для жирной и проблемной кожи, тоже с маслом мануки. Тоже оно и очищает, и в то же время делает свое дело. Это тоже из серии, тоже из серии Ультра. Еще я заказала, уже пробовала, тестировала на себе. Это ампульный концентрат для глубокого восстановления волос. Для луковиц. Укрепляет волосы, укрепляет луковицы. Я заказала две штучки. Они сейчас по акции со скидочкой, недорого, поэтому я взяла впрок. Можно добавлять в краску для волос, можно делать уход отдельно, просто наносить на волосы, подержать какое-то время. Я добавляю в краску для волос, я думаю, тем более крашу волосы как раз раз в три недели. И в общем, мне это понравилось. Эффект есть. Тканевая маска для лица, увлажняющаяся с экстрактом лотоса. Ну, это просто вот для ухода за лицом. Еще, так как у нас сейчас уже приближается сезон загара, у меня кожа очень чувствительная к загару. И потом, когда солнце немножечко бывает, передержишь и краснота снимается. Вот такой крем я взяла специально после загара, который убирает вот эти воспаления, неприятные ощущения. Гель охлаждающий с алоэ вера. Интенсивное увлажнение. Вот такой вот крем после загара. Еще взяла шариковый дезодорант, так как лето, вот просто приходится бегать в сумочку, чтобы его кинуть и чтобы он был всегда со мной. Я взяла морскую свежесть, но там бывают еще другие запахи. Я сейчас хочу его понюхать, попробовать. Какой она запах. Да, это как раз тот запах, какой я и предполагала. Такой приятный свежести запах. Морская свежесть, утренняя свежесть. В общем, то, что мне нравится. Ой, пахнет как хорошо. Еще из серии Ультра. Также для проблемной кожи, жирной. У меня жирнеет кожа. Лицо быстро очень. Влажные матирующие салфетки для лица против жирного блеска. Тоже с маслом мануки. Это тоже вот как раз то, что нужно в сумочку положила. И все. Также для летнего сезона я взяла солнцезащитный бальзам для губ. Это как бессветная помада идет. SPF 30. Это то, что нам сейчас для лета нужно. Сейчас я его открою, посмотрю, что оно из себя представляет. Ну, это вот гигиеническая помада. Она бесцветная. Запаха она не имеет никакого. Абсолютно без запаха. Еще я взяла монотени. Я выбрала цвет серый. Потому что серым обычно я только и крашу. В основном он такой повседневный цвет у меня. Я его хочу сейчас открыть и посмотреть, как выглядят эти тени. Вот такой серый цвет. Ну, обычно таким серым я и пользуюсь. Сейчас посмотрим. Ну, вот на пальчике вот он. Я думаю, что этот цвет должен мне подойти. Ну, будем пробовать на себе. Ну, и взяла заодно уже кисточку для теней. Я хотела такую кисточку. Но на картинке она мне понравилась. Посмотрим, как она выглядит на самом деле. Ну, это, в общем-то, кисточка для нанесения теней хорошо подходит. Ну, и также для растушевки. То есть, у нее такая форма. У нее такая форма, что будет как раз-таки то, что нужно. Вот интересно сейчас попробовать эти тени как раз на руке. Ну, в общем, легко они наносятся. Не так прям ни ярко, ни сильно. Ну, вот я на руке чуть-чуть нанесла. То есть, аккуратненько наносятся. Это то, что нужно. Еще я взяла одноразовые бритвы. Но на картинке они мне показались очень. Плавающая головка. И там несколько лезвий. Сейчас посмотрим. Ну, вот такие лезвия. Головка ходит, правда, плавающая. Правда, так, наверное. Да, плавающая головка. Вот она ходит. Тройное лезвие с полосочкой. Ну, в общем, надо будет попробовать. Станки стоят недорого, в районе 100 рублей где-то. И мне показалось... Ну, 100 рублей это уже со скидкой у меня. Поэтому я их взяла. В общем, будем пробовать. С добавлением алоэ написано. Хорошо, попробуем. Еще я взяла гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Ну, тут написано, способствует оздоровлению микрофлоры полости рта. Подавляет неприятный запах. Запах мяты. Ну, вкус мяты тоже. Будем пользоваться. Еще я взяла омега-3,6,9. Так как рыбу часто кушать нам нужно. Вообще, каждую неделю, хотя бы один, лучше два раза в неделю рыбу кушать приходится. Нужно, необходимо для организма. Чтобы у нас пополнялся запас омега-3, омега-6. Но, в общем, не всегда получается эту рыбу купить. Это особенно в морской рыбе. И поэтому я вот взяла. Я думаю, что пропью. Ну, здесь пить там одну-две таблетки. Один-два раза в день. В общем, 60 капсул. И это, если, допустим, два раза в день по одной, то это вот на месяц как раз хватает. Посмотрим, что они себе представляют, эти капсулы. Тоже интересные. Запечатано здесь все. Ага. Вот такие вот прозрачненькие. Ну, в общем, для здоровья надо пропить. Ну, по уходу за лицом, в общем, как бы все я вам показала. Еще я взяла некоторые вкусняшки, но это контроль веса. Взяла печеньки, такие вот запечатанные. Одно печенька со вкусом лимона, другое со вкусом ванильного шоколада. Это надо будет попробовать сейчас. Протеиновый батончик хочу попробовать тоже. И кофе с молоком тоже хочу сейчас попробовать. Ну, вот я растворила сейчас вот это кофе с молоком. Попробую. На вкус приятный. Даже с ванилью немножечко. Такой напиток приятный. Ну, кофе бьюти написано с молоком. Кофе растворимый. Гидролизат, коллагена. Порошок, жемчуг, подсластитель. Молоко сухое, обезжиренное. Кофе растворимое. Ну, в общем, нормальный такой состав. Как напиточек иногда можно попить. Так, сейчас я хочу еще попробовать контроль. Протеиновый батончик со вкусом шоколада. Вот такой батончик. В общем, неплохой такой перекус получается. Прямо завтрак. Батончик вкусный. Из кофе просто замечательно. Ну, я попробую тогда одно печенье. Уже со вкусом лимона. Посмотрю, что внутри за печенье. Вот так выглядит печенье. Хочу сказать, печенье очень вкусное. Чем-то напоминает овсяное. И здесь в составе печенье много злаков, клетчатка овощная, хлопья овсяные. Ну, в общем, очень много полезных таких вот в составе продуктов. Белки 2,7, жиры 4, углеводы 3,3, килокалорий 59,6. То есть, в принципе, тем, кто на диете, здесь очень мало углеводов. И я бы сказала, это диетическое печенье. И оно очень вкусное. В общем, когда я на раздельном питании, когда я на похудении, вот такое бы печенье я бы могла бы хотя бы иногда там кушать на завтрак. Ну, а второе печенье я положу в сумочку. И если понадобится где-то в дороге перекус, я его съем. Или просто на завтрак съем. Ну, вот такой вот обзорчик получился у меня. И продукты, и крема, и уход за лицом, и за проблемной кожей, и от солнца защиту взяла. Все, что нужно, все, что хотела, я взяла. Ссылочку на фаберлики я оставлю внизу. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok